Господин Пец, война в Украине отвлекла внимание от Беларуси. Как сейчас обстоят дела? Можно ли предположить, что там могут произойти события, которые вновь вернут интерес к стране? Я бы не сказал, что интерес ушёл полностью. Конечно, его меньше, чем после протестов 2020 года. Но и о спирали эскалации, репрессии и о радикализации режима Лукашенко много писали в международных СМИ. Но отчасти это верно. Из-за войны о Беларуси сейчас вспоминают реже, в основном в связи с тем, что Лукашенко предоставил территорию страны для нападения российских войск на Украину. Добровольно ли он это сделал или нет, об этом можно спекулировать. Но то, чему действительно не уделяется достаточно внимания, так это настроением среди белорусов, которые выступают против войны. Доверие к государственным СМИ в Беларуси давно подверглось эрозии, чем страна тоже отличается от России. В чём это выражается? Несмотря на крайне репрессивную атмосферу в стране, многие люди протестовали на улице. После начала войны около тысячи белорусов были задержаны за антивоенные протесты. Этим людям грозят от 6 до 10 лет тюрьмы. Кроме того, в стране идёт так называемая рельсовая война. И эти случаи в Беларуси, вероятно, берут своё начало как раз из антивоенных настроений среди населения. Есть десятки случаев подобного саботажа, и режим реагирует очень жёсткими репрессиями. Это тема, на которую СМИ должны обратить более пристальное внимание. Видите ли вы пересечения между этими двумя движениями протеста, антивоенным движением и движением демократической оппозиции, которая протестовала против президента Лукашенко и против результатов выборов? Безусловно, они пересекаются. Во-первых, это люди, настроенные против Лукашенко. Вопрос в том, сколько их ещё остаётся в стране. Десятки тысяч уже покинули Беларусь из-за репрессий. Прогрессивная часть. Многие бежали, в том числе, в Украину. А теперь вынуждены бежать в другие страны. И всё же многие остались в стране. И то, что мы видели в 2020-м, сильные протестные настроения против Лукашенко, усталость, бесчеловечное лицо режима. Всё это сейчас лишь укрепилось. Связано ли это с укреплением демократических ценностей – это другой вопрос. Но я думаю, Лукашенко просчитался в этой войне. Он знал, что среди белорусского населения есть сильные пророссийские настроения. Но они связаны не с тем, что люди хотят быть частью России, а скорее, они выступают за хорошие отношения с Россией. Я думаю, он отчасти рассчитывал на то, что сможет восстановить свою легитимность за счёт этих пророссийских сантиментов. Но этого не произошло. Он увидел, что и у этой части населения есть сильные антивоенные настроения. И в том числе эти люди могут иметь отношения как там с саботажем. Считаете ли вы, что у Тихановской или других лидеров демократического движения, которые сейчас находятся в изгнании, появляется шанс достичь эффекта синергии и за счёт антивоенного движения придать новый импульс протестному движению? Мне сейчас трудно дать какие-то прогнозы. Мы переживаем тёмные времена. Понятно, что очень многое, в том числе судьба Беларуси, зависит сейчас от исхода этой войны и от того, какого результата в этой ситуации добьётся Кремль. И сейчас влияние извне, в том числе политической оппозиции, играет меньшую роль. Протестные настроения в стране определённо возникли бы, если бы Лукашенко пришлось отправить на войну белорусские подразделения. Он опасался, что это приведёт к протестам, поэтому, скорее всего, он убедил Путина, что отправлять их не следует. Он понимает, что всё ещё сильны настроения против его режима. Так что в апреле он ещё раз дал понять, что репрессии будут усилены. Появился закон о смертной казни за попытку теракта. Это всё указывает на то, что Лукашенко больше не чувствует себя комфортно в собственной стране. Я ошибаюсь или слышу у вас пессимизм насчёт демократического движения в Беларуси? Что оно фактически умерло? Нет, я определённо не считаю, что оно умерло. Видно, что за рубежом оно очень-очень активно. Очевидно, что горизонтальные связи, которые были важны в протестном движении, вынужденно переместились наружу. Но люди во время протестов открыли для себя солидарность и взаимовыручку, которую теперь переносят и на Украину. Уже поэтому нельзя говорить о смерти Демсил. Но и в самой Беларуси происходят сдвиги. Повторюсь, теперь всё зависит от исхода этой войны и от того, что произойдёт с Кремлём.